уникальная возможность посмотреть как в турции делают луком она берет шоколадную пасту васаби думаешь да нет да что-то не суши это кстати хорошая ателье луком называется затем она разравнивает кстати очень щедро кладет туда начинки орешки пошли фисташки смазывает сейчас края водой и слепливая дальше и вот этот лукум как мастика вот он уже готовую раскатанной поплотнее края заворачивать чтобы фисташки не выпадали тут вот в коробочках луком вот он уже готовых любых видов я когда покупаю луком себе или гостям на гостиниц родственникам и так далее я вот в этом лукум ателье покупаю фасболдов суть жук этот сладкий этот чурчелла но мой любимый луком вот этот он подороже и здесь гранатовым с фисташками всякие разные мне нравится что у них очень щедро всегда начинка много не жалея скажем так очень красиво это у нас до нового года неделя остается ну какое тут новогоднее настроение может быть погода классно вкусно морем пахнет да искупалась бы выпила море такое возможно для великана это кружечка даже сюда вода залетает что там нашла пособирать мусор морской святое дело ракушки причем ветра сильного кстати нет вчера был прям шторм сильный ветер очень холодный рука грязная ну все будешь теперь с грязной рукой жить вот тут у нас этот рядом с нашей собакой сбор короче все дети как всегда же маленькая не и не боятся этот путь это и что или они Дом в старом стиле, но это явно летний домик, это черти города. Это Белик-Тюжин район. Миленько так у них. Котяра их тут ходит. Это спальный район Стамбула. Классная погода, 16 градусов, сегодня все гуляют. Прикол. Теперь в Карфорах есть вот что на русском даже языке. И в Анталии, я знаю, были давно вот эти пломбиры. Наконец-то Стамбула дошли. Круто. Мне девочки говорили, кто в Анталии мои живут, что вкус такой же, как у нас. Так, что-то у нас пломбир с какао, с шоколадом, просто белый. Такой. С вафелькой и white hat. Что-то такое. Это, видишь, наполовину вафелька, а наполовину с шоколадом. Ты хочешь, да? Да. С вареной с гущёнкой, ты говорила, да? Да. Ммм. Ещё вот такой. Круто. Это наполовину вафелька, наполовину обычную. Сейчас найдём, подожди. Хорошо, я возьму сейчас. А ещё вареники. Посмотрим. Так, держи. Это тебе. Так, штуку вновь есть. Вареники с творогом. Лорка и нериум. До голуманки. Но написано Made in Germany. На русском языке что? Круто. Вареники с... Они все с творогом. Да, все с творогом на лесоколаде. Круто. Я тоже в шоке. Я слышала, кто-то говорил в интернете, девчонки писали. Окей, вот мы... Держи, это, кстати, коммунат в Турции в Декатлоне продаётся. Пламбир какао, варёная сгущёнка. Круто. Это типа сэндвич. Пламбир. Интересно, какие... А, вот и цены. Ага. Пламбир 38,50. Ну, фига, дорогие, конечно. Пламбир 160 лир. Это вот этот большой. Вес здесь у нас полкилограмма. Вареники с творогом полкилограмма. 450 грамм. 100 лир. 100 лир – это 300 рублей, короче. И не помню, сколько это в долларах. Окей, ты взяла? Попробуешь, расскажешь, вкусно это или нет? Ага. Сейчас, секундочку, ещё хочу показать, раз мы здесь. Мои любимые... Кстати, кто... Аня, я знаю, ты сам коры пробовала. Вкусные ли эти панеттоны? Или он сухой и старый? Кто пробовал, расскажите. Хочу купить... О, за 200 лир уже шампанское на Новый год. Маджико Чиело. Ува Эдишн. Изюм аромалы. Сейчас, секундочку. Эээ, кто это? Турция? Тауэр Кулусей Степ. Измир производства. Ну, надо будет, наверное, кто пробовал, напишите. В Турции хорошее или нет? А, киндровские деды морозы. Не помню, они по 130 лир, короче. Три штучки. Уфитное мороженое, кто любит в Турции, вот такое ещё есть. Натуральное, с молока козы, с козлиного молока. У кого есть на коровье аллергия, вот. Очень хорошее мороженое, вкусное. Сегодня его нет. Вот такой... Это из Польши. А, вот он, я сейчас возьму. Эмменталер. Обожаю его. Тут даже, кстати, по-русски вот написано. Ну, польский всё. Чеддер я не очень люблю, а вот Эмменталер, просто обожаю моё самое любимое. Мы любим шоколад. Это шоколадный сыр. Угу. Окей. Стоит вот этот сыр 85 лир. Филадельфия, как всегда, конских цен стоит у нас. Тут колбасы всякие, короче, ладно. То есть у нас переходит видео о покупках продуктов, как всегда. Ну, кстати, копчёные сыры вот эти, но они не все вкусные. Где-нибудь на базаре или в каком-нибудь маленьком магазинчике органическом эти копчёные сыры будут повкуснее. Ну, такое химическое здесь копчение. Оно прям чувствуется. Вон ещё есть сметана, прям написано смета. Сейчас открою и покажу. Ну, не обольщайтесь, она не очень супервкусная. На нашу сметану не очень похожа. Ну, не, короче, не стопроцентное попадание, но молодцы уже за попытку, зачёт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok